Мы продолжаем наши беседы с Ариэлем Марумом. Ариэль, есть такая интересная тема, как будущая война на Ближнем Востоке. Возможно ли она? И как Израиль сейчас пытается избежать или спасти своих граждан от тех действий, которые могут развернуться на Ближнем Востоке? И возможно ли действительно война с Ираном или с Ираком? И как Россия к этому относится? Дело в том, что Израиль в нынешнем качестве нежизнеспособный. 10 миллионов человек, не считая палестинцев, не позволяют просто выживать в этой пустыне. Соответственно, нужна война и переезд, масштабный переезд миллионов евреев, расселение по разным странам мира. И главная площадь, куда будет новая территория, куда переедет порядка миллиона человек из Израиля, это уже подписано и согласовано и с Зеленским, и с Путиным. Это, конечно же, юг Украины. Именно для проекта «Новый Израиль» и расчищался плацдарм на южной части Украины. То есть за Россией останется Мариуполь и Крым, а все, что от Мариуполя в сторону запада, включая Одессу, будет передана под «Новый Израиль», под проект «Нового Израиля». И на этом будет достигнуто, как минимум, ну, какой, если не полномасштабный мир между Россией и Украиной, то заморозка конфликта. И эта территория станет как бы внешней. Она станет не российской и не украинской. И эту территорию как бы приедут возрождать переселенцы из Израиля, которые большинство будут носителями русского языка, и, соответственно, они смогут коммуницировать и с украинцами местным населением, и с русскими местным населением. И это вопрос, который уже пришел, он подписан, он подписан, как я еще раз говорю, и с Кремлем, и с Украиной.